Городской это житель только в свое залезет, а в коровье нет. Как один говорит, а избу мазали раньше коровьим дерьмом. Вся Россия в дерьме. Открытие какое-то сделал, а он вроде в городе жил и сливки ел. Так это завод. У завода отходы вредные, более вредные. Даже если делает конфеты или что-то еще, вредное делает. Там зубную пасту может быть. Какие выбросы-то идут? Здесь ничего, здесь все естественно. На них помидоры вырастет, виноград, везде добавка. Это естественно, никакого вреда в этом нет. Но дело в чем. Я еще раз подчеркиваю, насколько важнее жить в деревне. Бегут от деревни. Вчера мы пришли. Подойди, Володя, сюда. Вот посмотри. Вдруг подошли. У нас такая, две поленицы, три в ряд. Вам видно? Все разбросано. А что это такое? Я посмотрел, все и скопано, и зарыто. Тут коровьим помет, вон в воздухе висит. В воздухе висит. Он на двух ножках держится. А тут посмотрел. О, не наступи. Сканейка оторвана. Все разломано. Что это такое? И вон везде-везде коровьим помет. Видно, что что-то с коровами связано. Ну, я стал узнавать, а кто пас до обеда. До обеда пасут. Школьники-то не пасут. А пасут. Люба взялась и с ней Нина Шатрина. Двое. Ну, я решил поехать разобраться. Почему не смотрели? Значит, вернуться, поленицу сложить надо. Как вы могли допустить? Клюбе сунулся. Она говорит, а не я. Это Устинова Ирина. Это до работы еще. Еще семь часов только нету. Я поехал к Ирине. Она выходит еще в халате. Ирина, это ты посла? Я. А как же могла так допустить? Да я не знаю, что сделалось. Быки, там телки, как они ревели, как они бросали что-то тут к земле. Как будто бесноватые все сделали. Я такого не видала никогда, не слыхала. Прямо все табуном орут, а корова когда орет, у нее голос не корове, а у них голос зверинный. Прямо как зверь лечит. Так вот громко-громко. Но я решил дальше узнать, дело-то необычно. Поехал. Коров угоняют. А по деревне-свадьба. Телка гуляется. Течка у ней называется. Запах дает. Из лагалища. А быки, у них специально там рецептор который действует и они за ней табуном и дальше они друг друга отталкивают каждому охота дать потомству потому что его осенью заколят они торопятся и мысли по нашему взять это лет по 13 по 14 мальчишки еще я приехал на второй раз так я говорю я тебя накажу за это как я говорю два арбуза привезешь хорошо вот два арбуза ну нормально я слушаю сейчас я крикну никита ну-ка в воскресенье а ты забыл что за щенком идти тебе надо туда идти и там на крыльце я то думал разгадал что они боролись друг с другом бывает такое вот так вот я тоже не а муж и говорит вот такую говорит ну 6 найдут она на 6 на шкурке баранья как они ревут вот это детективным методом расследования по частям забирать в общем дело почему они понимают барана зарезали это же грозит дым это смерть которая водами все умирается оказывается глушков нарушил всю скотину и он решил теперь покупать молоко делать сливки и продавать ее сургуте тысячи полторы километров отсюда пока он эту трассу наладит требуху то требуха это в чем кишечник трава то там есть он ее отдал сергей сергей принес промыл ее и на этом месте сидел ее резал рубил требухи то нету а из требухи то что вывалился все это осталось и они то почувствовали смерть и они бунтовали не друг с другом а против смерти жалко что я не был мы на работе были то надо было заснять и показать это это надо видеть это торжество смерти над живым и протест живого против смерти до городской ничего это не видит он только видит одна процессия вторая заперся чтобы не убили никому дверь железную не открыть а тут все открыто день и ночь открыто вот они на поле работают он смотри там где-то пыль видать это это наше поле барабаша там машины стоят прицеп техник это старая на ней игорь работал вчера сломался виктор савченко комбайны там работает два вон а то они арендуют поле дополнительных 200 гектар городской ничего не знает пошел булочку купил слову сказать на все сцены по не на поднимается уже раз 15 а на хлеб в копейки ничем не оправдывается никаких дотации фактически нет ничего нет вот и вот эту беду просто так не разгадать если не знать коровью повадки против смерти против всего как они ведут себя это шарлок холмс должен быть который обладает всеми совокупности знаний городской ничего не знает задавили кого-то задавили накрыли просто теперь в интернет появится страшная авария все это запредельно далеко это рядом скотина умирает вся тварь воздыхает и учиться до ныне и ожидает откровения слабости вот что за этим крови за этим вот ну я поджали ирина мне сразу большой арбуз сейчас никто должен принести возьмите второе это моя эпидемия нас радостью это приняла у меня вы и так даете нет уж возьмите я вот не досмотрела хорошо что ты не попалась они бы тебя затоптали забодали они делаются совершенно невменяемые быки я не видал чтобы какая-то скотина так реагировала на смерть другого запах видать полностью возвращает их тот протестный момент адама когда вся тварь сделалась смертной это против нас против адама все вот маленькие замечания поэтому только что здесь город городе можно прожить тысячу лет и не знать что ты сам давно умер сколько мы сегодня сделали какой объект сейчас уже на лагерном пруду работаем как с двух сторон надо ограждение поставить пилим какие деревья теперь по частям ветками упадет в воду заранее пересли веревку лестницу в воде поставили чтобы достать и спилить рядом осы не знали что гнездо ужалили никита ужалили тебя уже кого сергея сергея видите как это все надо видеть городской не видит и так приезжайте еще 21 тысяча поселения разрушены национальная безопасность потери территории я прочитал это не на данилова депутат от кпрф в алтайском законодательном собрании говорила потери одного населенного пункта это потери территории страны никто про это не говорит она сказала с трибуны съезда вот так богу слава уходим